Народ, всем привет! Сегодня я решил записать небольшое коротенькое видео про мотоцикл BMW F650GS 2001 года. Данный мотоцикл у меня в моторазборе сейчас. Пока решил его держать целиком и собирать людей на запчасти. Грубо говоря, появляется небольшой список желающих. Запчасти спрашивают в основном разные. В принципе, нужно в основном всем навесное. То, что ломается при падениях или изнашивается со временем. Или можно, скажем так, потерять в пути. Сейчас он не очень полностью укомплектован. Здесь нет ветрового стекла. Я его снял. И защитные дуги. Хотелось бы это все продать. Из навесного в первую очередь. То, что, ну скажем так, пользуется больше популярностью. И в межсезонье, я считаю, что в принципе всегда продается. По поводу самого мотоцикла. Он весь сейчас в пластике. Седло я сейчас попробую аккуратненько снять. Не помню, застегивал. Застегивал, по-моему, да. Закрыто. Не смогу сейчас показать его без седла. Сейчас попробуем вот так вот еще навестись. Вот. По поводу самого мотора. Не так часто спрашивают, как хотелось бы. Это, во-первых, данные, в принципе, моторы Rotex довольно-таки надежные. Но если произошло массовое голодание, то в основном, как правило, народ не может отремонтировать свой двигатель и ищет контрактный запасной. На нашем рынке сейчас не так много предложений, именно чтобы можно было поставить целиком мотор. Есть моторазборки, которые продают детали конкретно на этот мотор и все по отдельности. А вот так вот, чтобы в сборе купить и, скажем так, не попасть на какую-то опять ерунду, ну, к сожалению, не так много предложений. Пластик еще не спрашивали с этого мотоцикла, спрашивали хвост. Вот я вам сейчас его более детально покажу. Так вот по кругу пройдем. Значит, по поводу хвоста. Есть версия ГС полицейская, где одноместное, получается, одно место водителя. И здесь идет, по-моему, пластик, если не ошибаюсь, с боксом внутри. Вот как раз народ спрашивает. Получается, вот этот весь хвост, там части деталей, которые нужны для того, чтобы переделать свой мотоцикл в двухместный. Кто-то спрашивал, я знаю, там, радиатор. Вот я вам сейчас тоже покажу, что позволяет. Мне, к сожалению, здесь сейчас освещения нет дополнительного. Вот, радиаторы сейчас спрашивали. Потому что при падениях, либо каких-то ДТП, если вилка бьет туда, то, как правило, он сильно деформируется. Вот это вот крепление может отлететь. И, если не ошибаюсь, еще соты радиаторов у многих, если потекло, бывает, что уже ремонт невозможен. И приходится искать запасной. Сразу скажу, что почему-то сейчас больше пользуются популярностью запчасти именно БУ. То есть, допустим, желающих купить запчасти со склада в Германии сейчас намного меньше. Из-за цен. Сейчас 22-й год. Все знают, какой курс доллара и евро. И, скажем так, привезти что-то за бугра себе из деталюшек довольно-таки дорого. И долго. Если, конечно, в сезон нужно здесь и сейчас, то поставить БУ запчасть намного, ну, скажем так, выгоднее, чем ждать ее 3-4 недели, а то и больше месяца. Сейчас вам приборку еще покажу. Приборки тоже спрашивают. Мне бы хотелось бы мотоцикл продавать по узлам. То есть, в основном все снимать целиком в сборе и выгодно продавать для себя целиком весь, допустим, узел там перед. Или, допустим, кому-то вилку продать, кому-то продать всю вот эту часть целиком. Есть кто спрашивает, что ты из рулевого. Кому-то нужен. Кому-то нужен, к примеру, боковой пластик или крепление для самого аккумулятора. Вот. И, знаете, проблема у многих стала с пультами, с кнопочками включения подогрева руля, подогрев ручек. Включение, отключение, отключение, по-моему, МБС-а. Тоже вот бывает проблема. Поворотники кто-то ломает родные, не хочет ставить китайские. Были случаи, кто терял вот такую крышечку, стоп-сигнал. То есть, даже крепление номера спрашивали. Но, в принципе, я бы хотел, честно, чтобы мотоцикл продавался большим количеством запчастей. Чтобы меньше было проблем с отправкой, то есть, отправить транспортной компанией побыстрее. Это целиковое видео записываю и рассказываю подробно про этот мотоцикл. У него пробег больше 100 тысяч километров. Ездил он в регионе, в Перском крае. Сейчас вот он находится у меня здесь, в Московской области. Данный мотоцикл, я не могу сказать, что обслуживался по регламенту, обслуживался из качественных новых запчастей. Может, что-то здесь даже ставилось бы. Честно, мне пока не получилось выделить время на него, чтобы все прям детально рассмотреть, изучить, посмотреть выработку. Пока он стоит в сборе, и у меня два варианта. Либо его покупают по запчастям, скажем так, с выгодой для меня, для покупателя, что он получает большой целый узел и просто его ставят. А не какие-то там винтики, болтики, уплотнители, кусочки пластиков. И второй момент, он продается целиком в сборе новому владельцу. Документы все есть, он полностью переоформлен на меня. И сейчас, на данный момент, вот два варианта для меня. Либо это на запчасти, скажем так, в межсезонье и начало сезона, либо целиком, кто, грубо говоря, приедет, посмотрит, ему понравится. Сейчас, честно скажу, заявки есть, но их очень мало. И ожидания чего-то большего, я не знаю, когда будет. Ожидания того, что, скажем так, будут конкретные люди, которые покупают здесь и сейчас. Просто конкретики мало. Если говорить вообще по тем деталям, которые интересны в основном покупателям, я говорю вот в начале ролика, это в основном все навесное, либо то, что потерялось, или человек купил себе мотоцикл с пробегом из Японии, и получил, скажем так, неукомплектованный мотоцикл, или какие-то детали требуют прям срочной замены. Кстати, по поводу вилки хочу сказать отдельно, что бывают случаи, когда там имеется, грубо говоря, коррозия, сильный износ, раковины, и это, ну, скажем так, вилка непригодна для хорошей эксплуатации. То есть она в любом случае потечет. Полировать это не всегда получается, то есть это временная мера. Здесь я посмотрел, зеркало нормальное, сальники, пыльники все пока на месте целые. Но вот, скажем так, надеясь на то, что она будет долго прямо сейчас жить, не знаю, сомневаюсь. Надо в нее и лезть, надо менять масло, покупать новые сальники на запас. То есть все равно расходы будут, как ни крути. Повторюсь, мотоцикл 2001 года, и что вы ожидаете? Он в идеале не будет уже. Это не музейный экспонат, это мотоцикл двойного назначения. И те, кто хотят дешево сердить, то, наверное, ребята, это не для вас, не ваш вариант. Здесь дешево не получится. Любой ГС этих годов, он потребует вложений. Это касается как и резиновых уплотнителей, так и каких-то железок, обвесов. Может быть, даже у кого-то замена пластика, потому что те, кто ездит, скажем так, вне дорог, они в любом случае что-то ломают. По поводу защиты хочу сказать, что здесь стоит оригинальная. Тоже пользуется спросом. У кого-то она есть, у кого-то ее нет. Кому-то, кстати, ну, скажем так, нужны запчасти именно с самой рамы. Там, допустим, какие-то элементы проводки, силовой части, что прикреплено там, либо различные рылюшки из проводки. Это тоже. Но в основном я все-таки делаю приоритет на тех, кто будет покупать много и сразу. Таких, к сожалению, клиентов сейчас на данный момент нет. Что-то в основном спрашивают по мелочевке. Поэтому для меня, в принципе, целесообразна продажа. Тогда его целиком в сборе. Еще раз пройдемся. Сейчас настрою фокус. То есть те, кто хотят покупать мотоцикл целиком в сборе за небольшие деньги, я скажу, сумму 190 тысяч рублей. Его сейчас цена на автору. И, в принципе, за эти деньги вы покупаете мотоцикл, на который все равно придется потратить деньги на Тула. Но он вас будет в сезон радовать. Вы будете на нем ездить. Пусть здесь простая небольшая комплектация. Но мотоцикл себя на нашем рынке хорошо показал. Показал себя хорошо на наших дорогах. На нем здесь вполне комфортно ездить. И, скажем так, целевая аудитория, те, кто покупает такие мотоциклы, это люди с небольшим бюджетом, до 300 тысяч рублей. Вот такие гуси, они более, наверное, популярны.